МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. До 8 тысяч сельхозтракторов средней и малой мощности в год Чувашия победила в конкурсе Минпромторга России на право заключения специального инвестиционного контракта. С заботой о природе и о себе жители АлатРа проявили инициативу и благоустроили береговую зону реки Сура. Пока без воды продолжается масштабная реконструкция новочебоксарского спорткомплекса. В Чувашии начнут производить сельскохозяйственные тракторы по современным технологиям с мощностью двигателя 40-90 лошадиных сил. Заявка правительства Республики и дочернего предприятия концерна тракторные заводы Волжский комбайновый завод победила в конкурсном отборе Минпромторга России на право заключения специального инвестиционного контракта. Сельское хозяйство страны насчитывает более 100 миллионов гектаров пахотных земель. Потребность в тракторах средней и малой мощности большая. Проект, который будет запущен в регионе, предусматривает производство 8 тысяч тракторов в год мощностью от 40 до 90 лошадиных сил. Партнером по производству новой техники является итальянская компания ТОСФАР. Это даст возможность создать новые рабочие места. Эти новые рабочие места будут направлены на то, чтобы производить не просто трактора, а самое главное организовать процесс производства всех компонентов для сборки тракторов на территории Чувашской республики. За время реализации специнвестконтракта уровень локализации, согласно проекту, дойдет до 93%. То есть это будет абсолютно российский трактор, то есть даже Чувашки, можно сказать. СПИК – это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентирован на формирование технологических компетенций в ключевых направлениях отечественного машиностроения. Концерн тракторной заводы – первая компания в стране, которая заключила такой контракт. Мы договорились с итальянскими партнерами, это один из лидеров в мировом тракторостроении, что они не только передают нам конструкцию, но и передают технологии, благодаря которым они достигают того качества, которое известно и славится на весь мир. Поэтому вместе с качеством, вместе с технологической поддержкой, сначала производя эти трактора, мы будем постепенно эту практику хорошую распространять на другую продукцию, которую мы производим у себя в конце. Сельскохозяйственные тракторы уже на начальной стадии будут проектироваться с возможностью роботизации. Технические характеристики моделей будут работать на их экспортный потенциал. Это новый формат организации специнвестконтрактов, который нацелен прежде всего не на создание производственных площадок, а на создание в Российской Федерации компетенций, новых компетенций и локализация их в субъектах Российской Федерации. За участниками контракта были законодательно закреплены новые преференции. Нулевая ставка по налогу на прибыль и 0,1% по налогу на имущество. Депутаты Чебоксарского городского собрания утвердили для СПИКа льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1%. В настоящее время проект находится в начальной стадии реализации. Ведется подготовительная работа по организации производства и подготовка проектно-сметных документов. Сегодня глава ЧУАШИ Олег Николаев провел совещание с председателем правления группы компании «Автодор» Вячеславом Петушенко. На встрече обсудили вопросы строительства автомобильной дороги М-12 и об устройстве третьей транспортной развязки в Ибресенском районе. Сейчас по проекту строительства автодороги М-12 на территории ЧУАШИ предусматривается только две транспортные развязки в разных уровнях в Шумерлинском и Комсомольском районах. Глава республики не раз подчеркивал, что этот проект имеет важное значение для ЧУАШИ, поскольку существенно влияет на привлечение инвестиций и будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Председатель правления группы компании «Автодор» Вячеслав Петушенко считает, что строительство развязки в Ибресенском районе оправдано и в ближайшее время специалисты подрядной организации ее запроектируют. Подробнее о строительстве М-12 на территории ЧУАШИ вы сможете узнать в 21.00 в программе «Правительственная связь». Гость студии – министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов. Оснащение двух школ, капитальный ремонт дома культуры и другие объекты министра образования Алла Салаева с рабочим визитом посетила Порецкий район. Об основных моментах поездки далее. Вот где мы стоим сейчас, в этом году здесь будет медицинский кабинет. Уже все у нас по проекту есть. Здесь будет медицинский кабинет. Потому что у нас кабинет располагался в старом здании. Мы оттуда все закрываем. Там только дошкольная группа была. Мы переносим все сюда. В Напольновской школе во все идет ремонт. Первый этап уже завершен. В школе обновили кровлю, фасад, вентиляцию. В этом году отремонтируют канализацию, освещение, установят силовое оборудование. Большой объем работ предстоит выполнить и на третьем этапе. В третий этап у нас благоустройство, снос старого здания. Вы видели старое здание, да, ведь? 62-го года постройки. Снос старого здания, благоустройство территории, ограждение, водоотведение. И благоустройство, конечно, дороги здесь будут ремонтироваться. Все заново. В общем, такая небольшая школа и садики. 130 миллионов. Стоит до 25-го года на школу и где-то 32, по-моему, на детские сады. У вас это разбито на 5 лет. То есть мы это можем сделать и за 2 года. В школе нет актового зала и все торжественные мероприятия проходят в Доме культуры. Но и это помещение требует капитального ремонта. Уже готова проектно-сметная документация. Стоимость проекта составляет 27 миллионов рублей. Модернизация системы образования, оснащенность школьными автобусами, работа профильных классов и подготовка педагогов. Обсуждение продолжилось на совещании с администрацией образовательных учреждений района. Если мы говорим сегодня о том, что хотим удержать детей, создать комфортные условия, ну, конечно, они в эстетичной среде должны и развиваться, и учителя должны чувствовать себя комфортно, приходя в школу или в детский сад. Общая сумма видна. Запланирована она на 25 лет в республиканском бюджете. Сумма хорошая. В принципе, учтены все, я думаю, объекты. Сумма может корректироваться в зависимости уже от положительной экспертизы. Больше-меньше. Затронули и вопросы развития социальной отрасли, но уже на отдельном совещании с депутатами районного собрания. Основное здание и бассейны Новочебоксарского спорткомплекса уже второй месяц закрыты для спортсменов и посетителей. Там идет масштабная реконструкция. Из трех блоков школы Олимпийского резерва номер 3 тренировки продолжаются только в легкоатлетическом манеже. Как продвигаются работы и когда они закончатся, расскажут Татьяна Трофимова и Георгий Кривошейн. Только шум машин и техники. Одни камазовые возят старые стройматериалы, другие завозят новые. 12-этажное здание спорткомплекса разобрали как детский конструктор. Оно было построено еще к Олимпийским играм в Москве и 40 лет не ремонтировалось. Здесь функционировали 4 огромных зала. Современного пятиборья, борьбы, бокса, игровой зал. Сейчас их оборудуют по современным стандартам. Но сначала заново отстроят фасады из энергоэффективных панелей. Спорткомплекс – одно из самых крупных спортивных сооружений не только Новочебоксарска, но и всей Чувашии. Здесь готовят резерв республики по 8 видам спорта. Сейчас в школе числятся 20 членов сборной России, 100 – сборной Чувашской республики. Все они и еще тысячи спортсменов ждут, когда закончатся ремонтные работы. Перед нами стоит задача к концу этого года завершить реконструкцию этого объекта. Но в процессе реконструкции, как вы знаете, здание-то уже 40 лет, возникают определенные нюансы, скажем так, технические вопросы. Но пытаемся их решать вместе с подрядчиком. Если вот посмотреть в ту сторону, это у нас корпус В, да, там, получается, у нас пустотные плиты стали обваливаться. И сейчас мы заказали техническую экспертизу. По-моему, к концу недели она будет готова. И мы будем понимать, что нужно сделать, какие проблемы возникли. Известен спорткомплекс и своим 50-метровым бассейном. Такой большой, единственный в республике. Его построили в 2006 году, поэтому в ремонте не нуждается. Но обновляются все раздевалки и проходы к нему. Поэтому тренироваться там пловцы и триатлонисты пока не могут. А 25-метровый бассейн ремонтируют полностью. Он тоже закрыт. Спортсмены, лишенные возможности тренироваться как раньше, и их родители нервничают. К соревнованиям готовиться надо. Сейчас как раз начинаются соревновательные сезоны, когда они будут плавать, бегать, на велосипеде. Сезон начинается. И сейчас как раз вот то время, когда надо, так скажем, уже быть готовым к этому. А у нас как раз под сезон вот такие вот проблемы, с которыми мы никак не можем справиться. Все это временно и неургивание. Чтобы жители понимали, да, мы в короткие сроки все хотим сделать. Потому что реконструкцию и одновременно вести здесь спортивные занятия, это невозможно. И сами понимаете, тут и пыль стоит, и грязь, и опасность. У остальных спортсменов тренировочный процесс существенно не менялся, говорят в администрации спортшколы. На данный момент у нас тренировочный процесс не прекращается. Спортсмены у нас тренируются согласно своих планов. По восемь видов спорта у нас идут такие, как это современная пятиборья, легкая атлетика, бокс, спортивная борьба. Все дети готовятся у нас к спортивным соревнованиям как российского уровня, так и международного уровня. Единственное, если у нас не работает бассейн, то у нас триатлонисты, у них сейчас в основном идут на улице, то есть на велосипедах, беговые виды. Так что у нас ничего в связи с реконструкцией не потерялось. Естественно, переехали все в Манеж, расстелили там, где можно было ковры для спортсменов борьбы. Триатлонисты на улице, легкотлеты сейчас на улице, готовятся к летнему сезону. Сейчас у нас у всех чемпионаты России, у некоторых уже идет подготовка к олимпийским видам, то, чтобы попасть на Олимпийские игры, то есть норматив выполнить. Все идет своим чередом, ничего у нас не поменялось. Спортсмены готовы выступать. Ремонт в спорткомплексе по плану должен завершиться к концу этого года. После реконструкции здесь откроют медико-биологический восстановительный центр для спортсменов. Сделают второй центральный вход, чтобы разделить потоки посетителей. Появятся новые большие лифты для маломобильных людей. На все работы заложено более 270 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. Сегодня в Чубаксарах прошли публичные слушания об исполнении бюджета Республики за 2020 год. Бюджетная политика и экономика Чувашии были ориентированы на работу в новых условиях борьбы с пандемией коронавируса. И с этим вызовом правительству Республики удалось справиться. Оценки экспертов в репортаже Татьяны Молоковой. Глобальный вызов всему человечеству сказался и на Чувашии. В прошлом году значительно снизилась экономическая активность. Сократилось поступление налогов. Индекс промышленного производства составил 97,6%. Правительству удалось обеспечить сбалансированность бюджета и оперативно реагировать на ситуацию. Республики в 2020 году были на существенные налоговые предельцы для бизнеса. На 2020-2021 год установлены пониженные налоговые ставки по ООСЛН для налогоплательщиков. Программа новая каникулы для возникновения с периодов комплектуальными предпринимателями. Уточнился доживенькие демокриканские ледности при применении патентной системы. Снижена стоимость патентов. Снижена налоговый ставка на налоговые имущества организации, и численность с адресомой стоимостью объектной движимости. Указанный мер позволен не допустить значительное снижение количества организации и патентной предпринимателей. В 2020 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 70 миллиардов рублей. Рост к уровню 2019 на 19%. В течение прошлого года в казну Чувашии дважды вносились изменения. Уточнялись статьи расходов без возмездных поступлений. Большие средства направлялись на поддержку социальной сферы республики в условиях пандемии. В прошлом году ввели в строй новую школу, начали строительство еще трех. На обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием направили почти 300 миллионов рублей. Оснастили школьные пищеблоки современным оборудованием. Школы смогли приобрести оборудование для технопарков «Точка роста». Отремонтировано 22 спортивных зала. Начат капитальный ремонт многих учебных заведений, приобретены учебники и учебные пособия. Это то внимание, тот системный, прозрачный, понятный подход, который сегодня, очевидно, становится и поддержан со стороны и родителей, и самих ребят. Это очень интересный процесс, который пошли. И за пять лет мы должны всю отрасль образования при поддержке Олега Алексеевича Николаева провести в порядок. Огромные средства были вложены в здравоохранение республики. Эта отрасль в прошлом году получила 26 миллиардов рублей. Закуплено оборудование, модернизировано лечебное учреждение. Врачи получили финансовую поддержку. «Что эти деньги дали? Это, конечно, в первую очередь, расширение возможности по закупке лекарственных препаратов. Открытие лабораторий. Было открыто 11-30 пунктов, так сказать, наказания, неотложной помощи и расширения коечного фонда, естественно, со всей инфраструктуры. Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее и тому подобное. Ковид подстегнул к необходимости ускорения развития санитарной авиации. Было построено две вертолетных площадки. Более 50 таких серьезных вылетов было организовано». В 2020 году рост показало сельское хозяйство. Сказались меры господдержки, оказанные сельхозпроизводителям. Это и 40-процентное субсидирование покупки техники и средства владельцам крупного рогатого скота. Еще одна важная программа – сельская ипотека. Сотни семей улучшили свои жилищные условия. Контрольно-счетная палата «Чувашия» привела к экспертизу исполнения бюджета. Сотлана Аристова отметила, что в прошлом году не все муниципалитеты равномерно распределили средства. Более активно они были в четвертом квартале, а это создает риски неэффективного использования средств. На ближайшей сессии Государственного совета отчет правительства об исполнении бюджета рассмотрят депутаты. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика. В Новочебоксарском зоопарке Ельниковской рощи животным не хватает кормов и общения. На просьбу о помощи откликнулись и волонтеры, и руководители сельхозпредприятий «Чувашия». Бархан с самого утра в ожидании гостей, но в последнее время посетителей в зоопарке не так много. Чего не скажешь об обитателях. Помимо верблюда, сегодня в Ельниковском зоопарке содержится около 30 видов животных. Это бизон, зубр, як, олень, мелкие животные и домашние птицы. Медведю Потапу 5 лет. Это взрослый медведь, общительный, игривый и с отличным аппетитом. Завтракал он сегодня, было немножечко фруктов, яблочек, пара огурчиков была и отходы с детского садика. Это он очень любит. В отходах была каша молочная. Он большой любитель ее. По большому счету, в день на питание животных уходит более 5000 рублей. И тут говорить о разнообразии в меню по словам сотрудников не приходится. Лишь бы всю ораву прокормить. Разумеется, зоопарку на собственные средства не выжить. Четкий план, как помочь животным, созрел у волонтерской организации «Агровыбор». В его составе представители Совета ветеранов агропромышленного комплекса, представители Минсельхоза, руководители хозяйств и студенты Аграрного университета. Около тысячи человек. Они и бросили клич о помощи. Первым откликнулся Александр Толстов из Маргаушского района. Привез сено из собственного хозяйства. Давайте еще раз качем. Все, вот так оставляем. Привез сегодня 8 рулонов. Это бесплатно просто от всего сердца. Но это сено я вырастил сам на своем поле, сам скашивал, сам прессовал, сам все складывал. Волонтерская организация «Агровыбор» создана совсем недавно. Но на ее счету уже немало полезных дел. Одно из них – шефство над Новочебоксарским зоопарком. Когда в конце 20-го года, в декабре, создавали нашу волонтерскую организацию, которая называется «Агровыбор», мы тогда договорились со всеми, что мы эту организацию создаем не просто для того, чтобы она была, но эта организация должна быть работающей. Это не разовая акция. Мы будем и овесы, и зерновые привозить, поставлять. Ну и так же сено. Еще одна проблема зоопарка – нехватка помещений. Но новое руководство Ельниковской рощи намерено заняться этим вопросом вплотную. По согласованию с администрацией Новочебоксарска, они начинают готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию парка, где найдется место и животным. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Календарное лето еще не наступило, а на термометре уже плюс 30. Актуальным становится вопрос летнего отдыха. В Алатаре жители решили благоустроить береговую зону реки Сура. Это живописное место алатарцы называют «Дикий пляж». Лет 10, а то и более, он таковым и был. Территория заросла бурьяном, кустарником, а люди дополнили пейзаж бытовым мусором. Но здравый смысл и ответственное отношение к природе взяли верх. В выходные горожане вышли на субботник и убрали всю прилегающую территорию. Вот в этой зеленой зоне мы в большой части приняли в том, что очень много было мусора. Сухие деревья попилили, выгребли пластик, очень много пластика вывезли. И вот, допустим, на данный момент этот участок хороший, чистый, можно что-то там также организовать. Можно, допустим, какие-то палаточки, допустим, вот где заборчик в планах разрисать, он металлический, а уж рисунки какие, ну посмотрим, что получится. Надежда Кучеренко, 63, она любительница позагорать. Сейчас из-за пандемии пенсионерка намерена отдыхать на родине, чтобы пляжный сезон был комфортным и безопасным, подготовить нужно не только сам пляж, но и дно, уверяет она. Дорога к пляжу, стоянка для автомобилей здесь есть. Для удобства требуется установить кабинки для переодевания, биотуалет, киоски с охладительными напитками и мороженым. И этот вопрос ложится на плечи городских властей. Работы планируется провести в кратчайшие сроки. Туда входит эта пляжная территория для загорания, это валетбол, какие-то игровые площадки, значит, инфраструктура, это, соответственно, продажа мороженого, охладительных напитков. Кроме этого, в службу спасения ГКЧС Чувашии мы обратились с просьбой исследовать водную территорию, это дно, наличие каких-то посторонних предметов. Сейчас планируем завести песок и всю вот эту инфраструктуру, которую я сказал, мы должны смонтировать до 1 июня. 1 июня пригласим жителей наших загорать, купаться на уже организованный пляж. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. На жару каждый человек реагирует по-разному. В группе риска пожилые люди, больные с сахарным диабетом, те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания и маленькие дети. С начала мая в Республике зарегистрированы 4 случая обращения в больнице с тепловым ударом. Как сохранить свое здоровье в жару и что делать, если перегрев все же случился? Смотрите далее. Перегрев на солнце может привести к обострению хронических заболеваний, ожогам и резкому ухудшению здоровья. Чтобы избежать негативных последствий, врачи рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер. Носить головные уборы, не находиться длительное время под солнцем и пить больше воды. Если тепловой удар все же случился, действовать незамедлительно. В легких случаях переместить пострадавшего в тень и дать воды. Лучше минеральной. Если человек при тепловом ударе находится без сознания, то необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и перевести человека в безопасное боковое положение. Для этого одну руку мы отводим в сторону, другую руку заводим за голову, ногу сгибаем в колени, создавая тем самым рычаги. И переворачиваем на бок. Это необходимо выполнить для того, чтобы человек не захлебнулся собственной рвотной массой и не запал язык. Для того, чтобы жару переносить легко и без последствий для здоровья, специалисты рекомендуют исключить прием пищи в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Для поддержания иммунитета в рацион включить фрукты и овощи. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей с соблюдением правил организации купания. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова